Эта видеозапись продолжает серию уроков на тему React плюс Leaflet и в ней мы продолжим написание нашего картографического приложения с помощью библиотеки React. Сегодня мы рассмотрим жизненный цикл реактовского компонента, а именно основные методы, а также добавление на карту слоя из файла формата GeoJSON. Итак, как мы видим, в нашем приложении появился новый Toggle Widget, при клике на который у нас появляются два полигона и линия. Соответственно, при клике на каждый из объектов мы видим всплывающее окно с какой-то информацией. Соответственно, при повторном нажатии на данный виджет слой исчезает. В слое, как мы видим, присутствуют два полигональных и один линейный объект. Итак, посмотрим, что мы, собственно, добавили в приложение и как оно теперь работает. Перейдем в код. Теперь в файле в JS импортируется компонент карты из файла map.geoJSON.js. Собственно, с ним мы и будем работать. Здесь мы видим привычный нам файл по предыдущим двум видео, и, как мы видим, добавилась функция on.geoJSON.toggle и в методе render добавился кусок кода, отвечающий, собственно, за данный виджет, то есть у нас есть checkbox и label, на котором написано togle.geoJSON. Соответственно, в checkbox имеется атрибут value, который зависит от свойства geoJSON.visible в текущем стейте данного компонента. То есть если мы промотаем наверх, мы увидим, что есть объект state, в нем есть свойство geoJSON.visible, то есть виден наш слой или не виден, и по умолчанию оно равно false. И при нажатии на input, то есть на элемент checkbox, происходит событие on.change, которое вызывает метод this on.geoJSON.toggle. Вот, собственно, та функция, о которой мы говорили чуть ранее. В ней происходит самый простой алгоритм. Используется метод setState у компонента map.component, то есть в котором мы находимся. И сменяется свойство geoJSON.visible у стейта данного компонента. И, соответственно, оно становится равным атрибуту checked у данного input. То есть либо false, либо true. Далее. Здесь мы впервые знакомимся с записью JSX. Вызова компонента при наличии какого-то условия. В данном случае данная запись означает, что если this state geoJSON.visible равен true, то есть возвращает true, тогда нам вернется geoJSON.layer с прокинутым пропсом под названием URL. Иначе говоря, это условие end, то есть и то, и то должно выполняться. Как только один из участников данного выражения равен false, в таком случае вся конструкция не выполнится, находящаяся в этих фигурных скобках. То есть если по умолчанию у нас this state geoJSON.visible равен false, то мы не видим компонент geoJSON.layer. И как только он становится true, this state geoJSON.visible становится true, у нас на карте появляется geoJSON.layer. Теперь мы можем подробнее разобраться, что это за созданный нами компонент. Давайте посмотрим, откуда он импортируется. Как мы видим, компонент geoJSON.layer вызывается из файла с соответствующим названием. И давайте перейдем в него. То есть мы видим перед собой реаковский компонент под названием geoJSON.layer. Он экспортируется по умолчанию. И он состоит из следующего набора методов. А именно первоначально это конструктор, рендер, компонент didMount, компонент willUnmount и метод fetchData. Соответственно, перед нами жизненный цикл компонента, за исключением, естественно, метода fetchData. И нам необходимо разобраться, в каком порядке, то есть в какой последовательности вызываются данные методы. Мы их расположили здесь сверху вниз, в том порядке, в каком они вызываются. Данные четыре метода. FetchData мы рассмотрим отдельно. Первоначально вызывается конструктор. То есть по факту это инициализация компонента. То есть вызов данного метода происходит первым. По факту можно сравнить это с методом init в классах Python. То есть при создании объекта данного класса сначала происходит тот сценарий, который описан в методе init. Собственно, здесь мы примерно имеем дело как раз с инициализацией компонента. И внутри чего? Внутри него происходит следующее. Первая строчка superprops, то есть это вызов конструктора наследуемого компонента, то есть react component. И затем происходит создание объекта state, то есть this state, с теми свойствами, которые будут использоваться в данном компоненте, и с их значениями по умолчанию. И также мы будем в каждом из методов выводить в консоль название собственно метода, чтобы было понятно, в какой последовательности срабатывает реакторский компонент при его вызове. Соответственно, после инициализации компонента сразу происходит метод render, то есть отрисовка данного компонента или же добавление его в дом дерева. В методе render у нас также присутствует вывод в консоль названия метода, также вывод в консоль текущего состояния data из state-a, то есть в первоначальном варианте у нас будет console.log.constructor, console.log.render и пустой массив, который представляет собой значение по умолчанию, свойства data. И у нас возвращается в рендере компонент feature group, который является компонентом из библиотеки React.Liflet, внутри которого происходит следующее. Для каждого элемента массива thisStateData, то есть метод map, как раз пройдется по каждому элементу. Данная запись означает, что к каждому элементу мы будем обращаться через букву F, это сокращение от feature, поскольку каждый объект в GeoJSON представляет собой именно фичу. Так вот, для каждого объекта будет создан компонент GeoJSON из библиотеки React.Liflet, у которого в атрибутах будет key, в данном случае здесь будет использовано свойство ID из каждой фичи, то есть из свойств каждой фичи. И здесь также есть атрибут data, который представляет собой, собственно, объект, собственно, фичу из файла GeoJSON. И также внутри GeoJSON у нас есть компонент pop-up, который будет отвечать за появление инфо-окна с текстом в виде свойства ID у данной фичи. Как только компонент отрендерился, то есть он добавился в дом дерева, вызывается метод componentDidMount. То есть здесь, как мы видим, мы не подписываемся на события загрузки HTML, загрузки страницы. Мы просто вписываем в метод, который по умолчанию будет срабатывать только тогда, когда данный компонент добавлен в дом дерева, в HTML дом дерева. То есть у нас все элементы данного компонента уже находятся в HTML. И вот только тогда сработает componentDidMount. В данном случае здесь написано следующее, что если бы там передался props в виде URL, то есть оно существует, то вызовется метод thisFetchData с параметром thisPropsUrl, то есть на вход которому подается сам URL. И последним в данном случае элементом жизненного цикла является метод componentWillUnmount. Этот метод вызывается перед тем, как компонент удалится из дом дерева, то есть из HTML текущего вида страницы. Ну и соответственно в нем происходит опять-таки вывод в консоль названия данного метода. И перед тем, как мы посмотрим, что собственно делает FetchData, мы можем посмотреть, что у нас в структуре файлов есть файл geogson, соответственно с обычным его форматом, то есть это feature collection, в котором есть объект features, представляющий собой массив определенных фичей. В данном случае мы будем иметь дело с тремя фичами, а именно с линейным и двумя полигональными объектами, у каждого из которых свои координаты, как мы видим. И также отметим, что у каждого объекта, у каждой фичи есть набор свойств. В данном случае набор свойств представляет собой только свойство ID, но оно, как мы видим, отличается у каждого из объектов. То есть у линейного объекта свойства равно единице, и у полигональных, соответственно, двум и трем. Теперь, познакомившись со структурой файла geogson, собственно, посмотрим, что такое FetchData, на вход которому принимается URL. Напомним, что URL у нас уходит из файла map.geogson, а URL у нас равно как раз названию нашего файла geogson.json. Итак, FetchData на вход берет URL и создается, собственно, переменная запрос, которая будет равна promise, то есть это стандартная яоскриптовая функция, которая возвращает объект класса promise, то есть класс для синхронных запросов. И, соответственно, как только пришел ответ, мы обозначим ответ через R, сокращение от response, мы возьмем из него только JSON и, получив его, обозначив его через дату, перезапишем состояние данного компонента, то есть свойство data у компонента geogson.layer, то есть мы используем привычный нам метод this setStateDataDataFeatures. Теперь посмотрим в приложении в каком порядке у нас вызываются наши методы. Откроем консоль и вызовем наш компонент. Итак, мы видим, что первым вызовется конструктор, затем вызывается рендер, и нам выводится в консоль this setData на момент первого вызова рендера. И на момент первого вызова рендера еще не была запущена функция fetchData для получения данных из файла geogson. Поэтому массив является пустым, то есть это значение по умолчанию свойства data в компоненте geogson.layer. Затем вызывается didMount, и из didMount у нас вызывается метод fetchData, и он перезаписывает состояние свойства data на data features, то есть на данный массив. И как только он его перезаписал, у нас изменилось состояние, и у нас должен перерендериться наш компонент, зависящий от thisStateData. Таким образом, у нас еще раз вызывается метод render, и в консоль выводится thisStateData, который уже заполнился тремя нашими объектами. Соответственно, первый объект линейный, и второй, и третий объекты являются полигональными. И у каждого из них есть свойства id 1, 2 и 3. То есть при клике на каждый из объектов мы видим fPropertiesID 1, 2 и 3. Теперь же, когда мы хотим удалить наш компонент geogsonLayer из дом-дерева, то перед тем, как он удалится, вызовется функция componentVlanMount. И, соответственно, нам в консоль возвращается строка VlanMount, то есть название данного метода. И все по новой. То есть как только мы его вызываем, у нас сначала срабатывает конструктор, потом render, потом dinMount, и еще раз render, так как изменилось состояние и значение свойства data. Теперь давайте попробуем поменять значение внутри инфоокна, изменив или добавив новые свойства в файл geogson. То есть давайте добавим добавим свойства name для каждого из объектов. То есть теперь у нас у каждой фичи есть свойство name, которое равно определенной строке. И, соответственно, в файле geogsonLayer.jsx в рендере мы в поп-ап впишем fproperties name. сохраним. Сохраним. И теперь в приложении при клике мы уже будем видеть именно данное свойство. То есть еще раз, что у нас происходит? У нас в компоненте карты создан input в виде чекбокса, который имеет значение привязанное к stay2, а именно свойство geogsonVisible. и при нажатии на данный чекбокс срабатывает метод ongeogsonToggle, который меняет данное свойство stay2 на текущую включенность или выключенность данного чекбокса. То есть geogsonVisible изменяется. И как только оно изменяется, это свойство, у нас добавляется или удаляется компонент geogsonLayer с карты. То есть если this state geogsonVisible равно false, то у нас компонент geogsonLayer удаляется из карты, из дом-дерево страницы. Или же если this state geogsonVisible равно true, то как раз он добавляется в дом-дерево, он рендерится по факту. И в виде пропса мы передаем ему URL, который является ссылкой на файл geogson.json, то есть на geogson с нашими фичами, с нашими объектами, двумя полигонами и линией. И внутри данного компонента опять-таки мы имеем метод конструктор, который является методом инициализации в данном компоненте, то есть он срабатывает раньше всех, затем компонент рендерится, затем вызывается метод компонент didmount и в нем принято писать запросы к различным видам сервисов, к различным видам получения данных. И в данном случае мы это и сделали. То есть мы вызвали метод thisfetchData как раз в компонент didmount. Соответственно, URL мы ему передали ту, которая хранится в пропсах данного компонента, а именно geogson.json.json. у нас вызвалось fetchData, наш стейт данного компонента изменился с пустого массива на массив фичей, то есть на массив объектов из файла geogson.json при успешном запросе, соответственно, при неуспешном запросе у нас в консоль вывелась ошибка. Итак, как только стейт поменялся, у нас заново перерендерился наш компонент и уже для каждого элемента массива thisStateData добавился компонент geogson с инфоокном внутри, то есть с компонентом popup внутри и, естественно, с атрибутом data, который является каждой фичой в каждой конкретной итерации. И поскольку все это находится внутри компонента featureGroup, то у нас не раздельные слои получились, а один слой, представляющий собой группу объектов, группу фичей. Ну и последний метод, который стоит рассмотреть, который срабатывает как раз перед удалением из дом-дерева, то есть из HTML текущего вида страницы нашего компонента, это componentWillUnmount. То есть как только thisStateGeogsonVisible станет false, geogsonLayer должен будет удалиться, и перед его удалением сработает метод componentWillUnmount. На этом все. То есть мы в данном видео рассмотрели основные методы жизненного цикла компонента React, последовательность их вызова, то есть в какой последовательности они вызываются, а именно конструктор, рендер, didMount и WillUnmount при удалении. Мы также рассмотрели работу с форматом файлов geogson, и как при помощи библиотеки React.leaflet добавлять объекты из данного типа файлов. И на следующих занятиях мы уже будем рассматривать какие-то более реальные кейсы, более сложные, поскольку с основами мы уже познакомились за эти три видео. И если есть какие-то предложения и пожелания о том, какой именно кейс надо разобрать, может быть, анимацию ветра на React.leaflet, или еще какие-то другие примеры, то пишите в комментарии. И, естественно, весь код будет на GitHub. Смотрите в описании ссылку на GitHub. И добавляйтесь в Telegram для получения информации о проведении лекций по React.leaflet, которые начнутся в феврале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!